Канал Денис представляет Здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала, в этом видео я расскажу вам о подводной лодке типа Агоста. Подводные лодки типа Агоста – серия французских дизель-электрических подводных лодок, построенных в 1970-х годах. Океанские подводные лодки первого класса проекта С-70 начали строиться на верфи ВМФ в Шербуре с 1972 года. При проектировании был учтен американский опыт эксплуатации USS Albacore и GSS 569, благодаря чему Агосты получили более обтекаемую форму, чем предшествующие проекты. До 1976 года были построены 4 корабля для ВМС Франции. В 1977-1978 годах были построены 2 лодки для ЮАР, однако в соответствии с резолюцией ООН номер 418 о введении эмбарго на поставку вооружений в ЮАР в связи с апартеидом корабли были проданы Пакистану. В 1981-1984 годах четыре корабля были построены по французскому проекту в Картахене для ВМС Испании. В 1998-2005 еще три для ВМС Пакистана по улучшенному проекту Агосте 90-Би. Подводные лодки типа Агосте имеют двухкорпусную конструкцию и крестообразное кормовое оперение. Легкий корпус имеет более обтекаемую форму, чем предыдущие французские проекты. Прочный корпус выполнен в виде цилиндра с коническими оконечностями. Вне прочного корпуса находятся балластные цистерны, антенны ГАК, вспомогательное оборудование. В конструкции ограждения прочной рубки и выдвижных устройств широко применяется высокопрочный стеклопластик. Основным двигателем является электромотор Джуманд Скнейдер мощностью 2 990 л.с., работающий на один пятилопастный винт большого диаметра. Два 16-цилиндровых дизель-генератора СМ Пилстик 16 по 4 6 185 заряжают аккумуляторную батарею, состоящую из двух групп по 160 элементов. В дополнение установлен один электромотор подкрадывания для малого хода. Его мощность в 32 л.с. позволяет развивать ход до 1,5 узлов. По сравнению с предыдущим проектом, DAFN, агосты имеют втрое меньшее количество торпедных аппаратов 4 вместо 12, однако агосты оборудованы механизмами перезаряжания и несут боекомплект 20 торпед вместо 12 на DAFN. Торпедные аппараты агосты приспособлены для применения противокорабельных ракет эксосет и постановки мин. Всего построено 13 кораблей типа агоста. Пара строившихся для ЮАР кораблей отличается от первых четырех применением более прочной стали ХВС-80, что позволило увеличить рабочую глубину погружения до 320 метров. В 1984-85 годах они прошли модернизацию и получили на вооружение ракеты Субхарпун. Испанские агосты получили более мощные двигатели, две на 1800 л.с. дизеля и одна на 4600 л.с. электромотор. Пакистанские лодки второй серии изначально имели возможность запуска ракет из торпедных аппаратов, а последняя построенная лодка получила дополнительный воздухонезависимый двигатель МЭСМА, что увеличило подводную дальность хода в 2,7 раза при повышенной скорости. При этом корпус лодки стал на 9 метров длиннее. Планируется оснащение установками МЭСМА и двух других пакистанских субмарин второй серии. По данным разработчиков, изделие МЭСМА имеет КПД не менее 20% и отличается минимальным расходом топлива. В рекламных материалах такая установка сравнивается с атомным реактором, их отличает только источник тепла для работы механизмов. По данным разработчиков, изделие МЭСМА имеет КПД не менее 20% и отличается минимальным расходом топлива. В рекламных материалах такая установка сравнивается с атомным реактором, их отличает только источник тепла для работы механизмов. Если учитывать текущий уровень развития флотов региона, подлодки ПНС Халет С-137, ПНС Сайт С-138 и ПНС Хэмза С-139 оказываются весьма серьезной силой, способной решать поставленные задачи. Впрочем, реальные возможности подводных сил Пакистана пока серьезно ограничены. До 2020-2021 годов-2 лодки из трех имеющихся будут проходить ремонт, из-за чего в строю остается только один современный корабль, дополненный двумя устаревшими. Через несколько лет Пакистан восстановит свои подводные силы, причем две из пяти субмарин будут иметь новейшее бортовое оборудование, что известным образом скажется на их боевом потенциале. Странам региона необходимо учитывать это и готовиться к новой угрозе. Пакистан не может позволить себе крупные и мощные военно-морские силы и действуют, исходя их имеющихся возможностей. И даже в такой ситуации его подлодки могут угрожать вероятному противнику. Впрочем, реальная эффективность подводных сил в целом и неатомных плода Когоста 90 и, в частности, может зависеть от ряда факторов и серьезно отличаться от ожидаемых. Дорогие друзья, спасибо за просмотр! Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться на канал и обязательно прожимать колокольчик.